Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду. Сегодня у нас видео-болталка, сегодня у нас история из жизни. На самом деле история реальная, невыдуманная. Я вообще все мои истории реальные, никогда ничего не выдумываю, потому что... Зачем? Подкидывая такие сюжеты, как я уже в одном из моих видео сказала, что ничего не надо выдумывать, оно как бы само... Сюжеты плывут в руки. Итак, история одной моей знакомой, которая жила-жила со своим мужем. Живут они сейчас в Канаде. Жила-жила со своим мужем, прожила очень много лет. 23, очень много лет. 23 года. Родили они троих детей. Построили дом, полная чаша, в общем, шикарный, огромный дом с бассейном. Ну там, вообще, не предерешься. Мечта любого человека такой дом. И жили как бы хорошо, и долго, и счастливо, и все было замечательно и прекрасно. Но вот знаете, как бывает в жизни, люди сходятся, живут много-много лет, потом в какой-то момент понимают, что они выросли, скажем так, в разные стороны. И даже дети, и даже общее имущество не помогает для того, чтобы им продолжать жить дальше. А вот понимают они оба, что жизнь проходит, а жить с нелюбимым человеком, просто существовать, не всегда, как бы не все люди выбирают этот вариант, как приемлемый для себя. Большинство, кстати, выбирает, но некоторые, вот как эта пара, они решили разойтись. Причем развод был шумный, развод был тяжелый, очень громкий. По-моему, все Торонто стояло на ушах, потому что люди как бы имеют свой бизнес, и у них очень много общих знакомых. Их знают очень многие. И поэтому как бы вот все это было в сплетнях, в разговорах, в скандалах. Дележка этого дома, дележка имущества, дележка детей, две собаки. В общем, там, короче, был очень сложный развод, но тем не менее они развелись, распилили этот дом пополам. В смысле продали, каждый получил половину. И каждый пошел дальше своей дорогой. Про мужа рассказывать не буду. У мужчин вообще все как-то просто, и я вообще мало знаю реально, что происходит. Я знаю, что он встретил другую женщину. Они сходились, расходились, сходились, расходились, и она намного моложе его. А, да, хочу сказать, что ребята под 50. То есть возраст такой, что люди разводятся редко, но бывает. Значит, да, он встретил какую-то женщину, и вроде бы, я не знаю, он не доверяет мне свои секреты. Так что я не знаю, что там на самом деле происходит. Она тоже не осталась, конечно, без пары. Она нашла себе мужчину, очень достойного. Где-то, ну, может, на несколько лет старше. Дети у них на тот момент уже были, в общем, довольно взрослые. Кроме младшей девочки, она еще была не очень большая, и она живет с мамой. Мужчина, которого она встретила у него, он тоже в разводе. У него двое своих детей, которые живут то с ним, то с женой. Вы знаете, как у нас здесь в Канаде, и в Европе, и в Штатах, наверное, во многих странах. Это называется share custody. То есть дети не остаются с кем-то из родителей, а дети как бы их делят пополам. То есть неделю живут с мамой, неделю с папой, или две недели с мамой, две недели с папой. Ну, в общем, как решат. Поэтому, в принципе, здесь родители, вот, допустим, отец очень редко платит алименты матери, потому что, в принципе, они берут расходы по детям, пополам делят их, потому что если неделю живут дети или ребенок у отца, а неделю у матери, то понятно, что расходы на детей одинаковые, никто никому не должен платить алименты. Единственное, что здесь с алиментами такая ситуация, что если женщина на момент развода зарабатывала, зарабатывает намного меньше, чем зарабатывает муж, например, или наоборот, что тоже, вероятно, бывает, то вторая половина может подать на алименты не на детей, а на себя. То есть ситуация такая, что если вы во время развода теряете какой-то вот свой доход, то есть у вас получается такая ситуация, что вы немножко не... Вот вы жили во дворце, у вас было три Мерседеса, и вы каждый год ездили на Багамо. Я не знаю, ну, я так образно с тигмами говорю сейчас. После развода вы этого делать не можете, потому что ваш муж зарабатывал хорошую зарплату, а вы, допустим, не работали, то ваш муж обязан продолжать вас содержать, чтобы ваш уровень жизни не стал намного хуже, чем он был до развода. Ну, потому что, как бы, люди разводятся, такое бывает, но никто в этом не виноват. И, в общем, тут уже как получится. Или люди договариваются между собой, или там суд решает, адвокаты. Ну, в общем, как правило, люди договариваются между собой, потому что суды и адвокаты стоят только денег, что лучше на эти деньги договориться и, как бы, решить этот вопрос взаимно. Это я отвлеклась. Так вот, короче говоря, встретила мы этого мужчину, и через какое-то время они стали жить вместе. Она купила дом. Сори, у меня тут имя пришло, громохнуло. Она купила дом на те деньги, которые выручила с продажи своего дома с первым мужем, и у нового мужчины дом имелся, но они съехались и стали жить в том доме, в котором жили они, который она купила, а он свой дом стал сдавать. И понеслось, что называется. Вы знаете, очень непросто в таком возрасте начинать жизнь сначала и начинать привыкать кому-то к новому человеку, потому что в этом возрасте, как правило, люди под 50, и за 50 они, как правило, имеют свои привычки, свой уклад, свои какие-то понятия о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, на что нужно тратить деньги, на что не нужно. Куда ездить отдыхать, чем питаться. В общем, ну, понимаете, как бы очень-очень сложно, даже два хороших человека, когда встречаются уже в таком возрасте, им очень сложно притереться, так сказать, друг к другу и понять, что где-то надо уступить, где-то надо промолчать. А что это я буду уступать? А мне 50 лет, и я буду вот молчать? Ну, правда, вот я буду уступать. Жизнь прожита, да я всё знаю лучше всех. Почему я должна как бы мириться с чем-то, что я не считаю правильным? И в такой ситуации, конечно, очень трудно сходиться и начинать жить сначала. Это никогда нелегко. Это и в 20 лет нелегко, и в 30 нелегко, а тем более уже в 50. Кстати, поэтому очень многие люди продолжают жить с первым мужем, знаете, или с первой женой, и даже при отсутствии каких-то отношений нормальных. Ну, в общем, знаете, как старые тапки. Ну, зачем их менять на новые, неудобные, которые надо будет разнашивать, потом снова, и опять вся эта нервотрёпка, уже такой возраст, что хочется уже просто вот сидеть на диване и смотреть телевизор. А тут вот надо строить отношения, строить новую семью. Ну, тем более, когда в этом во всём участвуют дети, это особенно непросто, потому что у них получилось так, что у них вот было трое детей, её девочка и его два мальчика, которые, девочка постоянно с ней жила. Ой, нет, я вру сейчас. Девочка тоже жила неделю с ней, неделю с отцом, с её первым мужем. И двое пацанов его тоже вот так вот. Пацаны подросткового возраста. Очень всё это, конечно, сложно было и непросто. Плюс, знаете, финансы. Финансы – это тоже такое дело, когда люди сходятся вместе. А он, значит, тоже мужик такой, не просто пальцем деланный, у него свои бизнесы, и он довольно такой при деньгах, при делах, что называется. Ну и она тоже, она, в принципе, очень удачливая бизнесмен, и у неё тоже так с финансами всё в порядке. И вот когда, опять же, два таких вот независимых финансового человека встречаются, они как бы, у них есть понятие о том, что вот каждый из них построил свой бизнес, свою империю, заработал это всё многими-многими годами труда. И сейчас получается, что вот с первым мужем, как бы, они эту империю устроили вместе и имели, как бы, одинаковые права на неё. А с этим мужем, то есть в её понятии, он не имеет вообще никакого отношения к её бизнесу и не должен иметь никакого. А в его понятии она не должна иметь никакого отношения к его бизнесу, который он выстраивал всю жизнь. И когда они сошлись вместе, это было в начале, по-моему, в самом начале эпидемии, так получилось, что её бизнес немножко просел, а его был, значит, на волне. Ну, знаете, это зависит от того, какой бизнес. Потому что ситуация такая здесь у нас, что, ну, и везде во всём мире, что люди со своим бизнесом, они, как бы, сейчас во время, вот, последние два года у них вот эти вот волны вверх и вниз. Так вот, когда они сошлись и стали жить вместе, её бизнес был не очень, а у него всё было хорошо. И так получилось, что она, как бы, немножко села к нему на шею, подсела, потому что она тогда на тот момент не особо ничего не зарабатывала. Он не был очень этим доволен. И начались первые конфликты на этой почве. Потому что, опять же, повторюсь, по его понятиям, она не имела никакого отношения. Почему-то, собственно говоря, он должен кормить её и её дочку. Но, как бы, понимаете, то есть он, не то, что он, почему он не должен. Они, когда встретились, она была совершенно, так сказать, удачливая, состоятельная женщина. Совершенно он не ожидал, что, когда они съедутся, вдруг окажется так, что он должен посадить её себе на шею. А у него свои двое детей, а у него бывшая жена, которой он должен платить деньги. И началась вот эта вот какая-то вот терня. Я не говорю, что кто-то из них прав, а кто-то нет. Я просто вам рассказываю эту историю как пример того, что вот когда люди сходятся уже в таком возрасте, когда у них уже есть какие-то привычки, когда у них построенный свой бизнес, дело своей жизни, в которое вложено много, и начинаются какие-то денежные дела, начинаются какие-то проблемы вот с этими детьми. Начались вот эти терки, но потом у неё, как бы, всё наладилось в её бизнесе, и какое-то время всё было хорошо, а через какое-то время просел очень сильно его бизнес, а она вдруг взлетела и стала очень много зарабатывать. И получилось так, что, как бы, на шее её подсел он. И снова начались терки, потому что, значит, она стала возмущаться, почему-то я должна кормить его, его двоих детей, и его бывшую жену, которой он там что-то платил, какие-то алименты, потому что он хорошо зарабатывал на тот момент, когда они развелись, а она была не очень, поэтому вот она до сих пор, как бы, продолжает ей что-то платить. И она, конечно, стала очень возмущаться тем, что почему, собственно говоря, вот я должна содержать его, его детей и его жену бывшую. Как бы я на это не подписывалась, я не имела в виду вот так вот, вот такого вот, такого жизненного расклада. Совсем всё у него в голове было по-другому. Но это происходит, это случается. И опять же повторюсь, что когда люди встречаются молодые и начинают вместе строить свою жизнь, и начинают вместе строить свой бизнес или свою карьеру, и даже бывает очень часто так, что один должен где-то учиться, а второй работает, и все живут на зарплату одного человека, то это как бы, когда они в жизнь прожили, то там уже вот этих вот претензий, даже если кто-то в паре, например, лишается работы или что-то, ну, в общем, этих претензий нету, потому что люди как бы построили свою жизнь вместе, и вот свои финансовые, свою финансовую базу построили вместе, и когда возникают какие-то проблемы финансовые, то не возникает никаких претензий у людей друг у друга, ну, как правило. А когда люди вот строили каждый по отдельности свою, так сказать, финансовую независимость, потом они сошлись, и оказалось, что теперь кто-то должен кого-то содержать, никто из них это не хочет делать, и никому из них это не нравится, тем более, что там еще хвосты в лице детей, бывших жен и так далее, и поэтому вот как-то вот это вот все, начинается вот эта вот терня и терки. Дети, понимаете, опять же, когда вы живете вместе со своим мужем, с которым вы родили ваших детей, это общие дети, и, естественно, никаких претензий по поводу каких-то там несправедливых решений не возникает, а тут, понимаете, в новом доме она своей дочке как бы отдала лучшую комнату, двое его мальчишек в меньших комнатах, там у дочки свой санузел в комнате, а у пацаны должны пользоваться общим туалетом, что вызывает у них буревозмущение. Ну, опять же, не буду говорить, что правильно, что нет, на мой взгляд, только на мой взгляд, конечно, к девочке нужно создавать более лучшие условия, потому что это девочка, ну, это как бы в наших понятиях старомодных, а современная молодежь вообще так не считает, совершенно не понимает, почему для девочки должна быть большая комната с туалетом, и пацаны должны ютиться, так сказать, в одном туалете вдвоем. В общем, короче, море возмущения у детей, папа как-то между ними мечется, в общем, между женой и своими детьми, в общем, короче, много проблем и очень много проблем, которые очень трудно решить, потому что, ну, вот потому что, потому что, когда люди сходятся в каком-то вот таком вот возрасте, у них нет общего прошлого, и все, что было в их жизни, как бы до этого, это его или ее, и не всегда вторая сторона хочет как бы входить в положение и начинать заботиться о каких-то чужих детях, давать предпочтение чужим детям, и, опять же, вот финансово поддерживать и содержать другую сторону и детей. Вот такая ситуация. Ну, на сегодняшний момент они продолжают жить вместе, там, в общем, вроде бы как все хорошо, а вроде бы как и не очень. То есть иногда она уже как-то с грустью вспоминает своего бывшего мужа, и, может быть, все было не так плохо с ним, и вообще, зачем все это было? Вот. Ну, вот такая вот история, вот такая вот ситуация. Опять же, повторюсь, я не буду судить, кто прав, кто виноват. Я ни в коем случае не хочу это делать, я ни в коем случае не хочу какие-то делать выводы, ну, вернее, кого-то обвинять и кому-то говорить о том, что кто-то неправ. Из них это просто вот такая вот ситуация жизненная. Оба правы, понимаете? В том-то и дело, что получается, что оба правы, но в то же время проблемы. И это как бы реально, потому что вот, когда люди начинают встречаться и сходятся в таком возрасте, возникают вот такие вот проблемы. Вы знаете, когда есть что делить, вот деньги, детей, тогда это как бы вот все очень-очень сложно. Намного проще молодым, им нечего, у них нету ни денег, ни детей, им нечего делить, они сходятся-расходятся, это все очень-очень легко. А вот в таком возрасте это уже все, конечно, очень сложно. Все, девочки, вот такая вот история. Я просто рассказала, потому что думаю, что, может быть, вам будет интересно. Я надеюсь, что вам есть что сказать по этому поводу. Я надеюсь, что вы напишите ваши комментарии и встретимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока-бай.